Всем привет, мои дорогие и мои любимые женщины, страдающие андрогенной аллопецией, как и я. Сегодня у меня такое внеплановое видео, я собиралась подготовить материал и рассказать вам именно про те гормоны, которые нужно тестировать, чтобы узнать причины андрогенной аллопеции и, соответственно, подобрать лечение. И могу забежать вперед, сказать, что у меня для вас есть материал по гормонам, а также есть супер новая, супер актуальная информация по поводу новых препаратов и методов лечения АГА. Могу сразу сказать, что препараты эти все наружного применения, многие из них на составе миноксидила, но туда добавлено много новых веществ, которые, в принципе, в медицине не новые, но в лечении андрогенной аллопеции применяются недавно и имеют хорошие результаты как у мужчин, так и у женщин. Я вам эти средства покажу, я их закажу, потому что у нас в Латвии их можно приобрести только по рецепту врача, выписывать я их буду сама на себя, вам расскажу подробно об их составе и, может быть, о том, где можно их еще как-нибудь приобрести. А также, если вас интересуют индивидуальные консультации, под этим видео будет ссылка на мой инстаграм, пишите свою проблему, и мы будем с вами вместе разбирать возможные варианты ее лечения. Но видео мое сегодня о наболевшем, о наболевшем, знаете, я просто плачу. Я родилась в октябре, и у меня скоро день рождения, и я, как любая женщина, решила себя пойти порадовать. Я долго думала, что мои волосы как-то, ну, у меня естественный цвет волос был, долго, я три года не красила в связи с ковидом, они росли-росли, седины у меня нет вообще, поэтому, ну, я, в общем, была такая а-ля подросточек с натуральными волосами. Ну, тут мне захотелось чего-то яркого, я просто купила темную зимнюю куртку и подумала, что мой натуральный цвет выглядит немного серовато. Ну, понимаете, глупость, глупость, большую глупость сделала. И я пошла, я выбрала самый, практически один из самых дорогих салонов в Риге, в центре, который находится. Но я понимаю, что у них дорогая аренда и так далее. Я выбрала понравившегося мне мастера по работам, которые были указаны. Я, наверное, вам ссылки на некоторые работы дам. Просто в этом видео прикреплю фотографии, чтобы вы посмотрели, как это выглядит вообще в обработанном виде и как это может оказаться в реальности. Так вот, я записалась в салон на технику покраски хенд-тач. Это такая очень сейчас модная, популярная, известная техника, которая делает волосы, ну, как бы блонд, но он с плавным переходом от корней к концам. И что ещё хорошо, что этот блонд, ну, вам, по крайней мере, будут так обещать, не будет однотонным. Он не будет просто, вот вы купили краску, там, не знаю, где-нибудь в магазине, да, за 2 евро, покрасили, и у вас такая мочалка на голове жёлто-белого цвета. Вот, ну, так вот, я отдала за свою покраску 210 евро. Это, извините, недёшево, просто ни по каким ценам, на самом деле. В итоге, в итоге, что я получила? Красили меня? Да. Девушка-мастер, она красила меня 5 часов. 5 часов я сидела. Она молодец, она мне там что-то красила, у меня была куча фольги. И, навскидку, до этого я делала мелирование, наверное, лет 10, и у меня не было ни одного раза, чтобы у меня после мелирования отвалились волосы. Ну, потому что, как бы, мелирование, когда вот отрастают волосы, красят только ту отросшую часть, концы не трогают. Ну, и, в принципе, волосы от этого, ну, мои, мои, да, которые плохие, которые с андрогенной аллопецией, которые, извините, я вот лечу как могу, чтобы вот этих вот залысин вонючих не было, да. Чтобы пробор у меня был плюс-минус нормальный, адекватный. Так вот, и тут у меня и так-то волос-то не особо много здесь. Эмоции пошли, эмоции пошли, в смысле сбилось. Ну, так вот, красила она меня 4 часа, 5. Дальше я уже как-то стала чувствовать, что-то не так. Я когда сидела в раковине, в этой, где у парикмахера смывают краску, я смотрю так на свои волосы, на концы, и я понимаю, что они жёлтые. Они жёлтые, они страшные, они вообще такие, ну, я не знаю, вот-вот отвалятся. Я такая тихонечко спрашиваю у мастера, я говорю, извините, пожалуйста, а я в конце покраски жёлтой не буду? Она мне говорит, ха-ха-ха-ха-ха-ха, будете жёлтой, зелёной, синий, фиолетовый, всякой будете? Я такая сглотнула слюну, боюсь и молчу. Мне было натурально страшно, мне было натурально страшно, вот хуже, чем к зубному пойти. Я просто сидела и думаю, боже мой, что от меня останется в итоге? В конечном итоге меня причесали, сделали укладку, в зеркале мне показался цвет волос, ну, скажем, не пепельный блонд, хотя я пепельный блонд не заказывала, ну, желтоватый, но, в общем-то, ладно. На что мастер мне сказала, ну, это лампы такие, освещение такое. Потом она мне предложила подстричься, она просто говорит, знаете, ваши концы, ваши концы, они просто, ну, не пережили покраску, да, поэтому давайте мы с вами сантиметров эдак 7-8 отрежем. Ну, те женщины, у которых адрогенная лапеция, и вообще женщины, которые отращивают волосы, тонкие, плохие волосы, что такое 10 сантиметров, что такое 5 сантиметров обрезать волос, которые у тебя и так не растут, которые у тебя и так выпадают, которые ты просто, я не знаю, уже чем мажешь, чтобы они хоть выглядели хоть худо-бедно как-то. Я говорю, нет, нет, я не буду стричься, не буду. В общем, в итоге мне сделали фотографии. Фотографии я тоже прикреплю, добавлю. Эти фотографии выглядят отпадно. Мне написали кучу комментариев, что я красотка, что мои фото можно отправлять на какое-то там, не помню, агентство, могу дать скидку, ссылку, если что, что в принципе моё лицо и волосы подходят на рекламу косметики и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Короче говоря, заговаривали зубы. А, ещё мне сказали 48 часов не мыть волосы. Ну, я пришла домой, прошли 48 часов, я решила помыть волосы. И после первой помывки у меня стал жёлтый страшный цвет волос, при этом волосы все пожжённые абсолютно. Но это не всё. У меня просто стали отваливаться вот так. Не от корней, да, как мы андрогетянки, андрогенетянки, или как это правильно знаем, как у нас тут волосы выпадают, да. Так вот, не так, как у нас волосы выпадают, а просто отваливаться концы, так, как от плохой покраски. Вот сейчас я сижу, вы скажете, да нормальные у тебя кончики. Я взяла ножницы, психанула и сама обрезала 7 сантиметров волос, вот так. Просто взяла вот так вот, вот так. Резиночку обрезала, а потом на две стороны вот так подровняла, потому что у меня три волосины. Вот и всё. Ну и здесь я тут тоже чуть-чуть обрезала и подровняла. И самое страшное, что это ещё будет продолжать вот так сечься, ломаться и выпадать. И был бы там цвет нормальный. Цвет это просто говноцвет. Просто реально говнище. Просто последнее. Дело в том, что я сейчас сижу в лесу, и здесь ещё солнца нету. И здесь он выглядит, ну, худо-бедно окей. Но я прикреплю фотографии ещё другие, и вы посмотрите, что это выглядит так, как будто я просто некачественно сама где-то дома покрасила волосы. В общем, выглядит это ужасно, ужасно. Это, наверное, все мои эмоции по поводу покраски. Теперь соль этого видео. Что я буду делать, чтобы их восстановить? Понятно. Если вам будут говорить, что что-то ваши волосы восстановят после плохой покраски, что-то приведёт их в порядок, на самом деле не верьте, но не приведёт, да, потому как волосы это неживые клетки. Там содержится кератин и отмершие клетки, белки, оболочки клеток. И единственное, что поможет, это ножницы. Или в крайнем случае, как я мужу говорю, бритва, да, под машинку, всё спасёт. Но мы попытаемся что-то с этим сделать, говнищем, извиняюсь за выражение, но просто у меня других слов нету. И вот мой план. Значит, для цвета, для цвета я купила вот это. Вот это кондиционер Гоу Блондер и шампунь Гоу Блондер Фрида. Мне тут написали, что в перевёрнутом виде считать невозможно название средств, но я напишу к видео. Под видео напишу, как это всё называется. Вот, попробую мыть этим, потому что до этого, когда у меня было милирование, очень неплохо эти средства мне помогали. Дальше, пока я не покрасила волосы, я открыла классные, супер замечательные шампуни для женщин с андрогенной аллопецией, которые из наших неживых, таких слабеньких волосюшенек, хоть и очень любимых, не будем уж их ругать, делают такую шевелюру а-ля дива, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, пошла гулять по подиуму. Так вот, для любителей корейской косметики, вы, наверное, тоже порадуетесь, это как корейская фирма, я вначале купила шампунь, а потом бальзам, мне посоветовала эта женщина, которая тоже красится в блондинку, пепельный блонд, тоже лечит андрогенную аллопецию, и знаете, это находка. Это просто крутые средства, после них мои волосы были суперкрасивыми, живыми, замечательными. Я вот сейчас прям вспоминаю и понимаю, что плакать буду, да, потому что настолько жалко. Вот мне теперь вот с этой мочалкой вонючей ходить за 210 евро. Вот, просто с этой мочалкой, я даже не знаю, что с ними делать, потому что, когда у тебя андрогенная аллопеция, тебе куча средств вообще просто не подходит, ни укладочных, ни тонирующих, ничего, потому что от твоих волос просто ничего не остается в конечном итоге. Дальше, попробую, мне посоветовали вот такой шампунь, я его еще сама не пробовала, но, нет, наверное, помыла один раз, у него PH 4,5, шварцкоп, профессиональный для сохранения цвета. Ну, так вот, если у вас есть красивый, хороший цвет, оттенок блонда какой-нибудь, может быть, там немножко не в холодную сторону, а может быть, немножко там в розоватую или в теплую сторону, потому что не все же хотят все время ходить с натуральными волосами, а те девушки и женщины с андрогенной аллопецией, у которых есть седина, которые все-таки красят волосы, для них как бы тоже актуально сохранить цвет и по 50 раз не красить эти наши волосенки любимые. Так вот, вот этот шампунь подойдет очень хорошо, потому что цвет он держит, я просто видела результаты. Действительно, срок окрашивания, он удлиняется, промежутки между окрашиваниями. Дальше вот такое средство, это слабое утешение для тех, кто сжег концы, так, как я. Но надежда есть надежда. Посмотрим, как это работает. Я вот сегодня вот этой вот штукой свои концы пыталась реанимировать, но что я могу сказать? Сейчас я прям поближе сяду, да? Ну что я могу сказать? Ну, вот такой вот этот цвет, но волосы выглядят ужасно, просто как мочалка, мочалка, учитывая, что у меня у самой были волосы намного лучше, натуральные. Это просто ужас. И не говорите мне, пожалуйста, что типа сама дура знала, что выбеливание волос их портит. Да, знала. Но я мелировалась, всегда мелировалась, и после мелирования у меня не было такого ужаса на голове, просто ни разу, вот вообще ни разу. Просто мастеру, которой я всегда делала покраску, она сейчас в декрете и не работает. Дальше могу показать ещё одно средство, вообще абсолютно простецкое, которое я использовала, когда у меня были натуральные волосы, но концы у меня всё равно были белые, если вы заметили, да, это были отросшие концы, и вот я их периодически вот этим маслом восстанавливала, ну как бы на ночь мазала, именно только кончики, и они у меня не секлись, они были плотные, и в принципе был шанс вообще волосы отрастить, потому что когда ты растишь волосы, а у тебя концы отламываются, то ты их вообще никак не отрастишь, даже если от корней у тебя нет выпадения, но у тебя концы всё время отламываются, то без вариантов. Вот, так что сегодня, наверное, на этом всё, не совсем про андрогенную аллопецию, конечно, видео, но дело в том, что мы, кто страдаем андрогенной аллопецией, мы же тоже не хотим ходить с седыми, или ходить всё время только с одним натуральным цветом волос, даже если он красивый, ну как у меня вот было, например, ну просто мы живые женщины, да, мы тоже хотим иногда перемен, мы хотим что-то новенькое, и вот смотрите, не экспериментируйте, не красьте волосы в технике хенд-тач, потому что эта техника подразумевает покраску всех волос, по всей длине, и не факт, что эти ваши волосы вообще это выдержат, так что подбирайте какие-то другие цвета, щадящие краски, не ведитесь на дорогие салоны, если хотите блонд, то действительно делайте лучше мелирование, потому что это всё-таки не окрашивает все ваши волосы, и лучше всего делать мелирование на участок, если у вас до этого были, вы были блондинкой, и были крашеные волосы, то красьте именно только отросшие участки, и не делайте ни в коем случае полностью покрашивание, вот, ну и к тому же, понятное дело, не красьте чем попало, и у кого попало, вот, на сегодня всё, следующее видео обещаю сделать побыстрее, и уже на тему гормонов, и дальше будем обсуждать с вами новинки лечения андрогенной аллопеции, спасибо, с вами была Алла, поддержите меня, я так расстроилась, ещё и перед днём рождения, ставьте лайки, пока-пока!